Как правильно копить на жилье? Что делать тем, кто не является очередником местных исполнительных органов и какие возможности дает жилищно-сберегательная система? Здравствуйте, это программа «Эксклюзив» и сегодня мы в гостях у председателя правления от Басыбанка Лязат Ибрагимовой. Лязат Ибрагимова, председатель правления акционерного общества от Басыбанк, родилась 7 ноября 1972 года. В 1994 году окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт с отличием по специальности экономика и управления в отраслях агропромышленного комплекса. В 2003 году Евразийский гуманитарный институт с отличием по специальности юриспруденция. Кандидат экономических наук. В разные годы была руководителем фонда развития предпринимательства ДАМУ, заместителем председателя правления национального управляющего холдинга «Байтирек», председателем совета директоров казахстанской ипотечной компании. 23 января 2017 года председатель правления акционерного общества «Жилстройсбербанк Казахстана», ныне от Басыбанка. Лиза Ателькеновна, мы рады вас приветствовать в нашей программе. Сейчас мы находимся на рубеже Старого и Нового года. Давайте поговорим о деятельности банка, каким этот год был для банка. Год был очень успешным на самом деле. Благодаря нашим продуктам в этом году около 400 тысяч вкладчиков открыло депозиты. При этом 78 тысяч казахстанских семей уже справили новоселье. Они взяли в рамках различных программ ипотеку и ее оплачивают. Значит, спрос был очень большой. В начале мы спрос увидели в начале 2021 года. Повышенный спрос был связан с использованием пенсионных накоплений. Также спрос был со стороны очередников в рамках программы «Шанрак» и «Бахтеотбасы». В этом году мы по «Бахтеотбасы» получили рекордную сумму 70 миллиардов тенге из бюджета. И планируем около 7 тысяч семей заселить в квартиры. И, соответственно, это увеличило и чистую прибыль банка. Мы планируем завершить год с результатом примерно в 60 миллиардов тенге чистой прибыли. И самое главное, доверие населения очень резко увеличилось в связи с тем, что сама система стала более прозрачной. Очень сильно нам помог портал ЕНПФ от «Басыки-Зет», где мы впервые запретили приходить филиалы и сказали, что все будем делать и обслуживать будем полностью онлайн. И сотрудники филиалов не принимали заявки, все мы принимали с помощью электронной цифровой подписи. 23 января стартовали, около 370 тысяч человек воспользовались этим порталом и рекордную сумму 1 триллион 700 миллиардов тенге использовали в качестве единомредственных пенсионных выплат. При этом банк выполнял свою классическую функцию. Этот год рекордный по притокам. Уже сейчас притоке на депозиты были 815 миллиардов тенге. Это огромная сумма. Она показывает доверие казахстанских семей. То есть люди смотрят, что соседи справляют новоселье. Кто-то на работе приходит, говорит, у меня сын, дочка, купили квартиру, все спрашивают, а как. А вот басы банки копили, там 3 года назад открыли депозиты, а сейчас уже подошли к этому периоду. И вот такой этап доверия, он как бы переходит от семьи к семье. И мы делали недавно статистику. Оказалось, что когда нашим продуктом пользуются, самый популярный это вот именно семейный депозит. Это когда открывают на себя, на своих детей. И потом в рамках родственных связей, родители, дети, братья, сестры, при подтверждении родства мы разрешаем эти депозиты объединять. И представляете, вот средний коэффициент в районе 4. Чтобы взять 1 кредит, объединяю где-то 4 депозита. И соответственно, вот если мы выдали 78 тысяч депозитов, то около 300 тысяч депозитов уже превратились в кредиты. И поэтому вот наше название, которое мы в прошлом году получили и активно его в этом году использовали, я думаю, очень удачно отражает сущность сделать каждую мечту казахстанской семьи реальностью. И у нас миссия банка соответствующая, создать условия для того, чтобы каждая казахстанская семья, сделав усилие, начав копить на депозите, в конечном итоге добилась приобретения жилья. Цифры, конечно, впечатляют. Расскажите, какова была роль использования ЕПВ в приобретении жилья казахстанцами? Вот, как я сказала, 78 тысяч казахстанских семей справили новоселье, и туда возникает вопрос, наверное, больше половины использовали единовременные пенсионные выплаты. На самом деле только 21 тысяча заявок была с использованием единовременных пенсионных выплат. Кто-то использовал 200 тысяч, кто-то 2 миллиона, кто-то 7 миллионов, кто-то 10 миллионов. И общая сумма портфеля, которую мы выдали с использованием денег ЕПВ, она достаточно небольшая, 114 миллиардов тенге всего лишь. То есть если разделить на наш продукт 50 на 50, то примерно около 57 миллиардов люди внесли из ЕНТФ, и плюс дополнительно мы им выдали вот эту сумму. А какие регионы были лидерами среди использования ЕПВ, и вообще, как в целом за весь год эта диаграмма менялась? Диаграмма, в принципе, была постоянной, и она отражала фактически такую карту трудовых ресурсов Казахстана. Если посмотреть внимательно и вспомнить историю, то накопительная пенсионная система у нас стартовала в январе 1998 года. И это фактически итог 22-23 лет накоплений казахстанцев, которые трудились, зарабатывали. И, соответственно, самое большое количество, это нас удивило, по объему и по количеству заявок, это была Мангистанская область. Мы потом анализировали возрастную структуру и увидели, что это были достаточно взрослые люди, старше 40 лет. И большинство из них были представители нефтяного сектора. Вот в начале 2000-х годов, при достаточно высоких ценах на нефть, этот именно сектор нефтегазовый, нефтесервисный, он оплачивался лучше всего. Поэтому люди, которые там работали, когда им тогда было 20-30 лет, оказалось, что у них было больше всего накоплений. На втором месте был город Алматы, город Нур-Султан, фактически одинаковый. В Алмате представители финансового, страхового сектора, так как здесь были сконцентрированы все банки второго уровня, здесь был достаточно высокий уровень зарплаты в этом секторе. Они получали достаточно хорошие суммы накоплений. Астана, Нур-Султан, это город, в котором представлены государственные служащие. С другой стороны, там живет очень много людей, которые переехали из разных городов и достаточно высококвалифицированные специалисты. Эти три города были абсолютными лидерами. Они втроем занимали около 70% всех полученных ресурсов. Сейчас немножко диаграмма меняется, потому что вот с 16 декабря мы запустили новую функцию пополнения депозитов от Басыбанка. И ей уже пользуются больше молодых людей, у которых сумма была небольшая. Там 300 тысяч, 400 тысяч, миллион деньги. Понятно, что они не могли с января сделать полный выкуп жилья на эти деньги. Они не могли взять эти деньги на индивидуальное жилищное строительство, потому что понимают, что этой суммы недостаточно. И сейчас они активно пользуются опцией использования денег на перевод депозит. Я думаю, по итогам года немножко изменится структура, но все-таки эти три года будут лидеры. Магисталовская область может потерять лидерство в пользу Нурсултана, либо города Алматы. Я вот как раз хотела узнать о новой возможности казахстанцев переводить излишки на депозиты от Басыбанка. Сколько заявок с 16 декабря было подано казахстанцами? Вообще в целях удобства портала ЕНПФ от Басыкизет мы еще в начале года, примерно в феврале, по многочисленным заявкам в социальных сетях, очень активно писали это, обсуждали в Фейсбук, Инстаграм, давали огромное количество предложений, и было очень много людей, которые говорили, я не на ту кнопку нажал, я хочу изменить цель. И вот изменение цели у нас было всегда, то есть уже вот когда деньги приходят с ЕНПФ на специальный счет, вот Басыбанки, и человек может быть не так нажал, может быть в ходе обсуждения в семье они решили погасить ипотеку, а не брать новую, либо наоборот, либо сделать полный выкуп. И для того, чтобы дать вот эту свободу выбора, была всегда опция изменить цель, и вот она очень сильно помогла, когда 16 декабря появилась новая цель, пополнение депозитов в системе жилищно-строительных сбережений, у нас 21 тысяча заявок сейчас в обработке, кто-то ждет свои деньги из ЕНПФ, кто-то уже перечислил, но вот по состоянию примерно на 16 часов 22 декабря у нас уже 11 миллиардов тенге люди перечислили на свои депозиты. Но я думаю, что общий объем будет в районе 150 миллиардов тенге. И очень много вопросов, что типа, как это отразится на работе банка, это, конечно, положительно, но не системно. Почему? Потому что, как я сказала уже, мы без этого инструмента по состоянию на 15 декабря уже были притоки 815 миллиардов. Поэтому даже эти 160, они будут где-то в районе 20% от общих притоков. Но мы знаем, что отбасы банк полностью сам разработал всю вот эту инфраструктуру по переводу денег из ЕНПФ на счета отбасы банки. Расскажите, как вот эта вся инфраструктура создавалась, какие инструменты, платформа была создана целая, как вообще шла вот эта вот работа? Она такая шла, как agile проект. Во-первых, когда вы делаете онлайн какую-то финансовую услугу, чаще всего можно делать либо это делать самописку, это называется, это когда вы полностью с разработчиками, бизнес-аналитиками садитесь и создаете этот портал. Можно это делать в рамках каких-то решений с использованием автоматизации бизнес-процессов каких-то известных уже достаточно как бы компаний, известного программного обеспечения. Например, вот кредитные заявки стандартные, они есть как предложение на рынке у многих компаний, там и западноевропейских, и восточноевропейских, и российских компаний, украинские активно предлагают различные там системы, BPM и так далее. Здесь вопрос был в уникальности, то есть сегодня мне задавали вопрос, а какие еще страны мира разрешают использовать пенсионные накопления? И Чили, вот по образу которой мы создавали систему пенсионных накоплений, летом 2020 года, вот тоже как один из инструментов поддержки населения в рамках ковида, разрешила 10% пенсионных накоплений из накопительной пенсионной системы забирать своим вкладчикам на решение жилищных вопросов. И там, по-моему, оценочно 47 миллиардов долларов использовали, и сейчас они готовят еще один, второй пакет на использование 20%. Есть сторонники, которые говорят, это хорошо для населения, это возможность такая, которая облегчает и долговое время и так далее. Есть противники той же чилийской экономики, которые говорят, что это сильно увеличило рост центов на недвижимость, либо еще на что-то, инфляционные процессы повлияло. Боливия, Перу это используют сейчас. И, соответственно, получилось, что механизм достаточно уникальный. Никогда раньше его не делали в Казахстане. Никто не имел представления, как это делать. Поэтому это был полностью такой agile проект. Мы в ходе обсуждения на рабочих группах вот самих правил использования единовременных пенсионных выплат выстраивали механизм буквально в этом кабинете. Вот здесь вот стоял такой флипчарт. Мы на нем рисовали все бизнес-процессы, прорисовывали цели использования, как это будет, какие подтверждающие документы мы будем запрашивать. И пытались максимально это все облегчить. Понимали, что у нас есть еще такой полноценный враг в лице пандемии, там дельта штампа. То есть никто не может же делать прогнозов, что будет завтра с пандемической ситуацией. Соответственно, мы не могли себе позволить, чтобы люди там ходили в филиалы, делали какие-то огромное количество документов, собирали. Поэтому изначально было решение, что все будет онлайн, все будет с помощью электронной цифровой подписи. Потому что и сама группа людей, которые пользовались, она очень достаточно финансово грамотная. То есть это люди, у которых высокие зарплаты достаточно, выше среднего, скажем честно. И, естественно, они умеют пользоваться всеми инструментами. Эта рабочая группа создала этот ЕНПФ от БАСЫ. И потом мы сделали очень, я считаю, интересные коммуникации в социальных сетях. Буквально январь-февраль мы жили там, в социальных сетях, отвечали на все вопросы. И мы все эти кейсы рассматривали. И сразу же на рабочей группе смотрели, насколько типично это ошибка. Либо это ошибка системы, либо это человек неправильно завел заявку. А если он неправильно завел заявку, что было причиной? Может быть, вплоть до того доходило, что мне говорят ребята, разработчики, он не нажал на заявление. Я захожу на планшетный компьютер и вижу, что с экрана с первого раза эту заявку не видно. Нужно прокрутить, дойти до конца и увидеть эту заявку. То есть дизайн самого портала, и он тоже совершенствовался в процессе. Огромная благодарность нашей команде, айтишников, бизнес-аналитиков, потому что это была дополнительная огромная нагрузка. Нам не выделили штатных единиц дополнительных, потому что считается, что квази-госсектору нельзя давать сейчас новые единицы, нельзя расширять их штатный персонал. Хотя вот наш бизнес, например, только за последние несколько лет вырос там в 5-3-5 раз. И соответственно, коллегам мотивация была в основном нематериальная. И у нас же есть такой миф, что работники в госорганах неэффективные, квази-госсектор там неповоротливый, и как бы очень хорошо и удобно его критиковать. Но я считаю, что команда справилась блестяще. С учетом того, что мы не потратили ни одного ресурса бюджетных денег, все разработали самостоятельно. И с учетом того, что нам не давали ни одной дополнительной штатной единицы, еще мы подумали, что пик будет январь-февраль. И была такая установка, за январь-февраль мы все отработаем, там где-то около 300 тысяч заявок, а потом как бы будет спад, и все нормально, идет в режиме. Оказалось, нет. Люди стали заказывать деньги раз за разом, потому что не было ограничения в количестве раз. Кто-то вначале погасил ипотеку, потом пришел, сделал операцию для сына на глаза. Потом на оставшиеся 85 тысяч или 850 тысяч заказал имплантацию зубов. То есть один заявитель нам в течение года мог подавать несколько заявок. И плюс декабрьский ажиотаж с тем, что пороги достаточности увеличатся, они дали еще прибавку почти около 160 тысяч заявок. И, соответственно, сейчас у нас такой очень жаркий декабрь. У нас всегда жаркий декабрь, он связан с тем, что в этот месяц обычно идет такое рекордное пополнение депозитов ради государственной премии. А в этом году получилась такая даже тройная нагрузка. Ну, действительно, это был своеобразный такой вызов для отбасы банка. В этом году также мы знаем, что отменили программы, то есть завершились программы для казахстанцев в 7.20.25 и Баспана Хит. Как отбасы банк смог компенсировать отсутствие этих программ? Может быть, увеличился поток клиентов отбасы банк? Может быть, какие-то ваши рыночные программы стали больше пользоваться спросом? Да, вот после завершения баспана Хит, это же была как программа, где 20% первоначальный снос, а ставка была очень рыночная, там базовая, плюс сколько-то процентов. И когда ее завершили коммерческие банки, это было примерно вот июль-август, в сентябре мы почувствовали прям наплыв клиентов, которые приходили и приносили сразу 50%, и причем готовы были по промежуточному займу оплачивать эту повышенную ставку в течение первых трех лет. Как вы знаете, сама система жилищно-строительных сбережений уникальная, она не относится к классической ипотеке. У нас абсолютно другие расчеты, абсолютно другие модели математические. И если ты не накопил вот и не участвовал в накоплениях три года, то ты как в качестве штрафа, что ли, оплачиваешь повышенную ставку, и причем за всю сумму, и за тот депозит, который положил, и за ту сумму, которую получил от нас. И только при достижении оценочного показателя определенного, мы списываем этот депозит, и заим становится похож на классический ипотечный заим. И спрос очень большой был, и количество, вот, были даже репортажи в СМИ, там, в Мангисталской области, в городе Актау, там очередь в филиале от Басыбанка, или там в Нур-Султане очередь. Это было связано вот с рекордным количеством заявок. Делаем различные инструменты, конечно, уходим очень сильно в онлайнизацию. Досрочное погашение займов, например, перевели онлайн, и считаем, насколько освободился клиентопоток. Вторая опция была досрочное погашение вместе с со-заемщиком. Там же должен прийти еще человек, поставить подпись. Тоже считаем, насколько снизился клиентопоток. Выбираем по приоритетности те операции, которые максимально могут разгрузить сейчас фронт-офисы. Ну, это здорово. Как раз-таки вот для того, чтобы снизить поток клиентов в отделении от Басыбанка, от Басыбанка одним из первых среди казахстанских банков запустил онлайн-ипотеку. И для этого не обязательно ходить вот в отделение, что-то там показывать, носить документы. Что было сделано в этом направлении, и как это повлияло вот на количество посетителей в отделениях банка? На самом деле мы только в процессе. Полностью онлайн-ипотеки, вот Басыбанки не реализованы. Почему? Потому что есть законодательные ограничения. Многие, допустим, при подписании кредитного договора нужно прийти непосредственно в филиал. Мы должны сфотографировать человека именно при подписании. Потому что это достаточно длинный период, когда вы берете ипотеку. Второе, есть проблемы, допустим, при оценке имущества. Оценщик обязательно должен выехать на место расположения покупаемого жилья. Второе, нотариальная сделка сама тоже требует обязательного участия физического нотариуса. Хотя сейчас очень много в этом плане продвигается. Каждый раз мы вот этот огромный бизнес-процесс, мы там на 14 подпроцессов его разделили. Если мы внедряем возможности онлайн-изации, я думаю, в один клик это будет реализовано полностью только в конце 2022 года. Скажем честно, с точки зрения наличия своих трудовых ресурсов. Еще важный фактор, что, например, если коммерческие банки строят цифровую ипотеку, у них фактически нет ограничений. То есть они просто берут человека, идентифицируют его и выдают ему. У нас огромное количество разных параметров, которые мы должны соблюдать в рамках различных программ. Например, БАКТО, БАСЫ, люди, которые участвуют по категории неполная семья, должны быть в разводе по последние три года. Это же дополнительная проверка. Это дополнительная функция. Это кто-то должен посмотреть свидетельство о браке, посмотреть в государственной базе данных, идентифицировать, копию этого документа вложить и сказать, что это верно. И таких вот ограничений, чем больше, тем больше и сложнее становится бизнес-процесс. Поэтому я думаю, что онлайн-ипотека будет в Адбасыбанке однозначно в конце 2022 года. И будем все усилия прилагать. Но в то же время мы очень сильно переживаем за информационную безопасность, очень сильно работаем с клиентами. И было очень много случаев по единовременным пенсионным выплатам, когда люди приходили и говорят, БАЛАМ МИН, ЭЦПУ СОЖЕРДИМ, она флешка, да. Мы категорически это запрещали. Мы говорили, нет, вы можете показать на свободном компьютере, как это делается, но делать эту функцию за человека нельзя. Это его персональные данные. У нас есть закон о защите персональных данных. Завтра эта сделка может быть признана незаконной. И вот получается у нас, как у банка, еще есть такая огромная просветительская деятельность, когда мы людям говорим, мы не можем вам это сделать, потому что это запрещено законом, потому что это может в дальнейшем нанести вам ущерб. И, соответственно, очень много людей, которые приходят в Адбасыбан просто даже за консультацией. Например, как мне встать в очередь. И, в общем-то, мы очень четко следим за электронной очередью, потом анализируем, с какими просьбами приходит. Очень много людей приходит за консультационными услугами. Просто переспросить, просто узнать. Но мы знаем, что 70% одобренных кредитов, займов в Адбасыбанке были выданы в рамках рыночных или собственных программ Адбасыбанка. Расскажите, какие возможности дает клиентам Адбасыбанк, что нужно делать, чтобы через три года иметь свое собственное жилье? Да, вы правы. И примерно 70% это люди, которые находят 50%. Здесь есть два пути. Первый путь, он длинный, но он самый правильный. Это когда вы открываете депозит на себя, на членов своей семьи, на ближайших родственников и начинаете копить на этом депозите условно по 50 тысяч тенге в месяц. Вот у нас средняя зарплата сейчас 255 тысяч в Казахстане и 50 тысяч это примерно около 20%. Плюс вы открываете депозиты на маму, папу, если вы молодой человек, на кого-то еще из братьев, сестер и до конца года вы накопите 600 тысяч. В этом году поощряемая сумма была 583 тысячи. То есть каждый получит примерно 116 тысяч государственной премии. Если у вас 6 таких депозитов, то вы получите государственную премию в размере уже около 700 тысяч тенге. И в принципе за 3 года вот как бы можете спокойно накопить, потом это все объединить. То есть вот именно семейный принцип в нашем банке очень сильно срабатывает. И вы получите сумму через 3 года, равную той сумме, которую вы накопили. И проценты, 5% будут начисляться на тот остаток, который мы вам выдали. Вот это идеальный клиент, мы его называем. Он выполнил все условия, он копил больше 3 лет, он ежемесячно пополнял, поэтому он получил так называемый оценочный показатель. И очень важно копить вовремя. Эти клиенты самые лояльные. Мы их называем еще такое, есть понятие реферальный клиент. Это клиент, который обязательно вернется. Он получил одну квартиру вот так, он понял всю систему, выучил все формулы, понял, что такое оценочный показатель. Он даже может быть уже консультантом этой системы. И он потом начинает уже на детей копить. Когда у него рождается внук или внучка, на внука, внучку. Вторая группа клиентов это те люди, которые имеют 50%. Может быть им родственники помогли. Может быть они продали там общежитие, либо еще какую-то там машину свою и так далее. Они приносят 50% и чаще всего они больше всего возмущаются. Они говорят, вот я принес 10 миллионов, вы мне дали 20, а проценты как бы накручиваете на всю сумму. Здесь мы всегда объясняем, что система подразумевает абсолютную справедливость и абсолютно одинаковое отношение ко всем. Тот клиент, который копил 3 года вместе со своими родственниками и откладывал, он должен получить более лучшие условия, потому что это сберегательная система, чем тот клиент, который принес сразу. Поэтому тот клиент, который приносит сразу 10 миллионов, в течение 3 лет этот депозит будет числиться залогом, он будет платить проценты на все 20 миллионов. И когда он выполнит все условия, также этот депозит будет лежать 3 года, только после этого он считается созревшим в нашей системе, списывается и он переходит под 5% на оставшуюся сумму. Так же, как первый клиент, который это делал в течение 3 лет. То есть фактически наша система вознаграждает за усилия. Она вознаграждает за правильное финансовое поведение. Есть еще одна фишка, лайфхак, не знаю как назвать, достоинства, преимущества. Это вообще, я считаю, самый главный фактор, зачем нужно идти в систему жилищно-строительных сбережений. Когда вы накапливаете на жилищный займ, мы не проводим оценку платежеспособности. Вот вы сказали, что в конце каждого года Басыбанк начисляет своим клиентам премию. Сколько человек в этом году получат эти деньги? Амина в этом году вообще у нас исторический рекорд. По нашим расчетам на 15 декабря эта сумма была в размере около 50 миллиардов тенге. Размер государственной премии. Но с учетом единовременных пенсионных выплат она увеличится, но незначительно. Но в конце года мы все цифры объявим. Лизата Еркеновна, мы начали интервью с подведения итогов деятельности от Басыбанка. Расскажите, каким был этот год лично для вас? Ну, лично для меня он был очень тяжелым с точки зрения нагрузки, потому что мы 78 тысяч займов выдали, более 400 тысяч депозитов открыли, был очень большой такой информационный запрос, огромное количество материалов мы обрабатывали в качестве ответов, прессы, социальных сетей, пытались вовремя и очень быстро реагировать, и это очень сильно повлияло на занятость. С точки зрения личной, у меня был очень удачный год, у меня сын женился старше, ему вот в марте будет 28 лет, и я надеюсь, это в следующем году я стану бабушкой. Поздравляю вас, замечательная новость. Как вам вообще удается совмещать семью, работу? Вот Басыбанк, он наверняка занимает у вас очень много времени. Как вообще вам удается выкраивать время для своей семьи? У меня трое детей, мы с супругом вот живем 28 лет и более в браке, и, наверное, прежде всего его поддержка, вера в то, что вот, ну, как бы дать возможность человеку реализоваться, помогать, советам, а прежде всего вообще вот, ну, возможностью работать в таком режиме, перелеты, переезды, постоянные командировки, встречи, выступления. Это прежде всего вот, наверное, поддержка супруга. Второе – это поддержка семьи. Меня всегда очень сильно поддерживала мама. В прошлом году ее не стало, и я очень сильно это ощутила. Я считаю, что вот, ну, когда говорят про историю женского успеха, я всегда точно знаю, что там такие тылы, там обязательно есть мама, которая вот какие-то вещи семейные, бытовые очень сильно помогает. И, конечно, дети, уже дети взрослые. И тут главная интересная получается ситуация, что когда дети маленькие, у тебя всегда есть такое чувство какого-то вины перед ними, кажется, что другие женщины уделяют семье больше внимания, ходят с детьми на кружок, еще что-то делают, там ткут, вяжут, учат испанский язык, там ходят на тэквондо, там, а ты как бы так четко смотришь и говоришь, так, английский будем учить, на это времени нет. Так, туда будем ходить, больше никуда не будем ходить, у меня времени нет. А потом, когда они вырастают, вот у меня дочка учится в Канаде на очень интересную специальность, и химикал инженерия заканчивает в этом году университет, который входит в топ-50 мировых могил. И она очень такая целеустремленная, собранная, все делает вовремя, все, вот пишет вовремя, все свои занятия, за 4 года закончила инженерную химическую специальность, которую, ну, в принципе, заканчивают примерно за 5,5 лет. И очень высокоэффективная, и когда у нее спрашиваю, она говорит, ну, когда кругом все работали, ты же не можешь просто так лежать и смотреть. И получается, что женщины, наверное, больше воспитывают своим поведением. Если ты вот делаешь и все успеваешь, то дети тоже стараются, как бы смотрят на это и оценивают это, и поэтому становятся тоже очень высокоэффективными. А как вы обычно отмечаете Новый год, и какие планы вы ставите для себя на 2022? Новый год мы всегда отмечаем дома, всегда, в кругу семьи, приходят все родственники, мы ходим друг друга, поздравляем. И очень такой семейный праздник. Единственное, всегда 31 декабря у меня стол хуже, чем 1 января, потому что я 31 декабря ничего не успеваю, а уже потом 1 января 2 в спокойной обстановке на выходных днях я уже как бы выкладываюсь полностью. На следующий год я ставлю себе цели продвинуться именно в компетенциях, связанных с внедрением IT-технологий. Я хочу пройти какое-нибудь специальное обучение. Вообще у меня есть самое главное качество, которое я в себе ценю, это чувство любопытства, интерес. Не пропадает интерес к тому, чтобы что-то делать. И когда на меня так смотрят и думают, ой, в следующем году будет 50 лет, я такая думаю, ну ладно, если вы так думаете, то я получу какую-нибудь сертификацию в области IT-технологий и вас всех удивлю. И, наверное, вот этот интерес, который есть, нужно поддерживать. И главное, чтобы было физическое здоровье. Для лидера и для первого руководителя компании я последний год в режиме ковида, пандемии убедилась, очень важно физическое здоровье. То есть ты должен выглядеть всегда физически здоровым, излучать такую радость, уверенность в себе. И это, конечно, дается нелегко, но это заряжает твоих коллег, и они видят, что если председатель идет и говорит о каких-то планах, там, мы в апреле это сделаем, мы в июне это реализуем, то ты просто заряжаешь свой коллектив. И вот я думаю, что в 22-м году я тоже уделю внимание своему физическому здоровью. Никогда спортом не занималась. Когда спрашивают, у вас есть хобби? Я говорю, да, поспать и почитать. Ну, в этом году, наверное, в 22-м найду себе хобби в области спорта. Думаю, что никогда не поздно. Конечно, никогда не поздно. Язат Иркеновна, спасибо вам большое за очень интересное интервью. Я и вся наша команда «Томикин Бизнес» желает вам новых побед в новом году, успехов от Басы Банку, и все мы будем рады быть клиентами от Басы Банка и иметь собственную квартиру. Ну, воспользовавшись случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим 2022 годом и сказать, что мы, как сотрудники от Басы Банка, обещаем сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ваш путь к мечте, к собственной квартире становился легче. Но самое главное, не забывайте, что есть люди, у которых есть красивые дома, но очень плохие семьи. А если у вас будет хорошая семья, то красивый домик всегда у вас появится. Поэтому больше цените семью, чем материальные блага. Всем удачных накоплений, а самое главное, хороших отношений в семье, особенно с детьми и с мужьями. Чем отличается ипотечное кредитование от жилищно-сберегательной системы? Почему копить в Басы Банке выгодно? И какой подход использует финансовый институт? В программе «Эксклюзив» мы говорили с председателем правления Басы Банка Лизат Ибрагимовой. До свидания.